Какие у меня планы на сегодня? Сейчас мы едем в Сирикунду на базар покупать для меня волосы каникалон. Я, конечно, говорила, что я больше не буду плести косички, но я всегда планирула, что я буду это делать. Девушка, которая будет мне плести, которая плела мне в прошлый раз, сидит рядом. Это Зайнап. Она очень красивая, да. Вот. И сейчас мы вернемся обратно, и я посмотрю. Мы едем в такси, в котором таксист празднует Новый год. Представляете? Снежинки, елочные игрушки. Вот чего им не хватает. Ну что, вот мы пришли и выбираем волосы. Посмотрите, какой тут выбор. И я могу просто прицепить такое. О, может мне такое купить? Надо, кстати, примерить. Вот. И еще я возьму себе... Ну вот, еще я хочу взять черное мыло. Мы им дома пользуемся. Мы умываемся вот прыщей. Ну, как мы. Ребенок. Вот. В принципе, посмотрю, что еще тут есть. Ну что, девочки, я только отстригла свои волосы, как мне сразу захотелось вернуть себе. Мы в логисты. Да? Yes. Ну, забавно. Закупились, идем обратно. Идем в такси. Стоимость в России еще метров двести. Это было двести. Бизи-бизи место. Очень много народу. Заехали по куши домой купить фруктов, овощей. Я взяла одну папайю. Два авокадо на сегодня уже готовых. Сейчас жду, пока мне мальчик принесет бананы. Представляете, я попросила таксиста заехать на базарчик. Он повернулся там, где надо, и его штрафовали. Но, как мне сказали, это не очень страшно. То есть, как бы, я могу не заморачиваться. В общем, шесть евро за папайю, два шикарных авокадо, которые можно есть сегодня, и за бананы. И вот это шесть евро. У меня в голове не укладывается. И еще насчет еды. Это креветки здесь дешево и какие-то местные фрукты, овощи. А, допустим, нормальный сыр я купила вчера. Он стоит просто 30 евро килограмм. Короче, за привычный набор продуктов я заплатила 60 евро. Сейчас начнется преображение. В этот раз длиться оно будет недолго, потому что косичек будет немного. Я не готова еще раз так долго восстанавливать кроевую линию волос, потому что она все-таки повреждается.